итак привет друзья с вами снова макс брокен и сегодня я выкладываю немножко отредактированный стрим полет на самолете ан-24 от фелеса данный стрим в принципе не был чем-то таким вот специально подготовленным вот я хотел протестировать работу некоторых систем и попробовать перезапуск в воздухе вот и в итоге получилось очень здорово очень эмоционально и очень прикольно мы вылетели из аэропорта стригина и где-то через час-полтора добрались до внукова выполнили очень живописный заход на 24 полосу вот и узнали много нового об этом самолете я специально уберу некоторые рутинные моменты из видео чтобы было интереснее сосредоточусь ну на самых интересных таких вот этапов полета то есть мы увидим запуск мы увидим немножечко руление взлет в очень живописную погоду мы будем взлетать в грозу молнии будут сверкать вокруг нас и будем пробивать несколько слоев облачности затем мы переместимся к моменту когда у нас остановится левый двигатель мы перезапустим его но может быть даже немножко на эмоциях вот а затем выполним снижение на внукова где-то я буду возможно ускорять время чтобы долго не затягивать моменты некоторые вот ну и если будут какие-то скажем косяки постараюсь указать их в виде текстовых тегов поехали так работа ппд включить сделайте погромче ваших колонках наушниках сейчас вы услышите этот замечательный классический звук стартующих моторов ан-24 фапа привет еще раз заводимся мы сегодня от наземного источника так проще и быстрее на этом самолете так как у нас полет будет проходить не в оцене в него оси те виду того что у нас будет как бы не штатная ситуация соответственно в плане общения с диспетчером будет немножко легче так счетчику фьюэл проверили упор прт прт ставим на 90 так что снимаемся с тормозов скорость тянет нас у права 160 160 рубеж рубеж ой самолет как пушинка пошел везом запасная набора шасси убрать после взлета брт 65 поставили так по прямой набираем вертикальная скорость 5 метров в секунду после 1300 правым курсом поворачиваем на 210 10 включен супер марио лети летим мы из стригена в шереметьево но у нас по пути будет запланированный отказ двигателя если мы его не сможем запустить так позиция у нас нет если мы его запустить не сможем по каким-либо причинам то в таком случае до внукова мы полетим на одном двигателе вот сейчас наша задача набрать а эшелон 200 желательно не свалиться при этом так 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 посмотрим что у нас режим супернав ловит ли нас колонка раз два три четыре так нашу позицию колонка не ловит ну что ж пойдем тогда старым дедовским способом на на сосновское ухта какая красота за окном а вы гляньте народ вы гляньте какая красота за окном если вот скажем не поставить винты на упор то при запуске возникает сильнейший эффект флюгера и этот винт фактически разворачивает самолет и он заваливается на левое крыло и нужна действительно большая высота чтобы его вывести из этого положения отказа момент ожидая заката влюбуюсь да прикольно вот вот сейчас пробить бы этот верхний слой облаков хорошо бы он был выше. Вернее, хорошо бы он был ниже 20 тысяч футов. Вот. И соответственно, уже пойти над безбрежным небом. Курс-то у нас 210, правильно? Как мы его вообще выдерживаем? Не выдерживаем. Что такое? Что такое? Что происходит? Что за тряска? Непонятно. Что за... Ага. Сейчас 210. А, это мы облака проходим, кстати. Вот нас поэтому и трясет так. Потряхивает четко. Ой, а выше еще какие-то облака. Слушайте, братцы. У нас вообще тут полноценный грозовой фронт, а мы сунулись такие... такие облачка. Ну, ладно. Так сказать, хорошо, что мы не в онлайне, что называется. Вот. Заодно будем... Будет лишний опыт при полетах в сложных метеоусловиях. Ну, а заодно и скорее всего, так как мы полетим на одном двигателе, будет безценный опыт при полетах на одном двигателе на этом самолете. Облака загружаем, что ли? Ну, вполне возможно, кстати. Вот это вот море, он сейчас пытается облаков загрузить. И из-за этого, соответственно, такие вот небольшие лаги периодически проскакивают. Картинка меня радует, если честно, ребята. Я прямо... Я прямо засмотрелся в окно. Если вы летите, у вас хорошее аудио дома, да? Я думаю, шум винтов вас должен очень радовать. Левый двигатель. Зафлюгируем его сразу. Левый зафлюгируем. Стоп-кран. Так. У нас один двигатель стоит. Перезапуск в воздухе. Я здесь написал небольшую процедурку для того, чтобы нам не забыть. Но, честно скажу, в прошлый раз, когда я по ней запускал, ничего не прошло. Хотя это... Вернее, прошло, но... Не идеально все прошло, в общем. Из 10 попыток запустился он только один раз. Так, идем по процедуре. От этого двигателя мы не будем сейчас ничего отбирать. Пока тоже отключим. Нам это не нужно. Так. Убер-рт двигателя в ноль. Упор винта. Упор винта на упоре стоит. Режим запуска. Давайте поставим старт. Запуск. Двигатель выбираем левый. Спасибо, Санек. Очень стараюсь. Так. Engine Selector нужно поставить в режим запуск в воздухе. Вот. И дальше на самом деле в РЛ прописано, что нажимаешь режим запуск в воздухе, да? И после этого расфлюгируешь винт. И он должен запуститься. Но он нифига не запускает, что самое интересное. Поэтому, братцы, мы вот что попробуем. Сейчас я генераторы еще отключу с левой стороны, чтобы они нам не мешали. И давайте зажмем кулачки. Переживем этот небольшой фриз. И попробуем... Погода сейчас загрузится. Так. Погода загрузилась. И теперь попробуем запустить левый двигатель. Нажимаем вот эту кнопку. И теперь нужно расфлюгировать винт. Смотрим, что у нас происходит. Двигатель раскручивается. Раскрутка пошла. Так. Что у нас с оборотами? Обороты растут. Обороты растут. Обороты растут и падают. Так. У нас мы снижаемся. Потому что... Скорость 180. И мы сейчас свалимся. Так. И на самом деле все очень хорошо. Левый двигатель у нас запустился. Что не может лично меня не радовать. Да. Левый двигатель... Левый двигатель у нас, слава богу, благополучно запустился. Орет сирена. Отключим автопилот. Выровняем самолет. Вот, собственно говоря, вот сейчас Леха бы нам очень бы пригодился. То есть он бы следил за полетом, а я бы в этот момент запускал двигатель. Так, еще раз попробую включить автопилот. Сирену отрубим. Так, установим режим 60, 50, 52. Мы немножко потеряли высоты, насколько я понимаю. Но сейчас благополучно ее, я так понимаю, восстановим. И давайте развернемся вправо на нужный нам курс. Кстати, благодаря вот этому нашему маневру мы вернулись полностью на маршрут, что не может не радовать. В кабине тем временем еще больше стемнело. Так, переводим самолет в горизонт. Горизонт, я говорю. Почему мы не хотим идти в горизонт? Так, так, возвращаемся. И нажимаем кнопку удержания высоты. Все. Также мы сейчас вернемся на маршрут. Так, подача воздуха в кабину у нас, по-моему, вырубилась. Вот в чем проблема. Пользуюсь кислородом. Очень странно. Очень странно. Почему нам не хватает кислорода, ребята? Видите, в глазах потемнело немножечко. В глазах реально потемнело. Я предлагаю снизиться. Нам до эшелона 1,6 сейчас, как минимум, чтобы эти проблемы решились. Кстати, не исключено... А, стоп, смотрите. Светлеть-то начинает вроде бы, да? Вроде бы как-то посветлело. Пользуйся кислородом, горит. Ну, в чем дело? Вроде бы у нас... Что происходит у нас с этим тачком? Ага, стрелочка стоит на высоте 4,500, да? А это... А это потихонечку ползет вверх. Ну, в принципе, я предположу вот, что... А, кстати, опускается. Видимо, из-за того, что мы выключили подачу воздуха в кабину, да, из-за отказа двигателя, нам стало реально не хватать воздуха. И мы, фактически, чуть не задохнулись. Фактически, запуск и долгий полет... Вернее, выключение и долгий полет без двигателя на этом самолете на эшелоне 200 чреват, как вы видите, серьезными проблемами. Поэтому, когда будете летать на этом самолете, имейте это в виду. Если честно, мне безумно нравится этот самолет вот в плане его изучения. Он, несмотря на то, что имеет определенное количество, как бы, глюков, да, вот, но он все равно остается очень интересным. Вот, я, допустим, даже представить не мог, что отказ одного двигателя вызывает нехватку кислорода на борту. Вот, теперь это нужно будет учитывать. Битцы 24B, Arrival. Вот оно. Вот она наша схема. Вот она, родимая! Вот она хорошая. Значит, смотрите, что у нас получается. Мы идем на точку Битца от Гекла по прямой. После Битцы курсом 266 идем по прямой на Внуковский радиомаяк. Его мы сейчас забьем. Далее курсом... Далее разворачиваемся на курс 122 на Климовск 10.005 И, как только мы пересечем 174-й радиал от Внукова, развернемся влево на Остис. Вот, честно говоря, мне, конечно, хочется здесь полностью прокрутить эту схемку вручную, да? Вот, не прибегая к ЛНК. Но, ребята, я вам честно скажу, это будет немножко проблематично на этом самолете. Так. Такие облачка довольно-таки плотненькие под нами. Какие-то уже подмосковные поля, дачи там непонятные. Вернемся к нашим баранам. Чуть увеличим освещение. Почему-то оно красное в этом самолете. Ну, в принципе, по-моему, довольно-таки приятно, да? Глаз не раздражает. Вот. Ну, вот, в общем, под нами сейчас довольно-таки вот эта вот красивая мягкая фотоподложка. Это у нас, кстати, нам кат уже похоже. Мы подходим к Гекли, да, скорее всего, это МКАТ и есть у нас. Пойдем дальше по гироиндукционному компасу. Высоковато мы идем. признаю. Вот самое главное не влетать вот за правую сторону вот этой дороги. Это у нас МКАД. Как вы знаете, полеты на... внутри МКАДа у нас запрещены до 32-го эшелона. Или 27-го. Ой, или 270-го. Что-то я... Что-то я подзапамятовал сам. И начинаем поворачивать вправо на курс 266. Это что такое у нас справа? А, это облака. Я же подумал, стекла запотели. Вот МКАД еще у нас там внизу. Светятся огоньки. Город внизу живет. Ну, а мы здесь крутим схему. 53. Вот так вот. Вот он, кстати, тоже отшкалил у нас. А это у нас внуково ребята под нами. Вот это, кстати, по-моему, у нас 24-я полоса. Вот на нее мы снизимся и будем заходить в скором времени. Так, и теперь нам нужно в принципе поймать вот этот вот радиал 174. Давайте попробуем это сделать. 174 на внуково. 174. И вот он пополз к центру. Это означает, что мы как раз сейчас пересекаем радиал 174. Поэтому смело поворачиваем на курс 067 сейчас. Когда он в центре будет, начинаем поворот на 067. 06. Ну вот как-то вот так вот. 067. Давайте еще раз проверим, что у нас ждет после точки Остис. А после точки Остис мы должны лечь на курс 015. 119. Это у нас вот здесь мы поставим 119. 119. И соответственно, как только мы пересечем 119 радиал, поворачиваем на... Так, не дергаемся. Уменьшим немножко вот так вот. Сейчас, когда мы пройдем 119 радиал, стрелка пойдет опять влево. Так, скорость будем 210 держать в лесаде, стараться. Спуск у нас 3 метра в секунду будет. Небольшой боковой ветер я ощущаю. вот все в ручном режиме, никаких режимов автопилота не предусмотрено. Немножко выше глиссады, немножко сейчас догоним. Леним. 3 метра в секунду возвращаем на глиссаде или в глиссаде. Скорость 220. Самолет имеет очень большую тенденцию к набору на самом деле сейчас из-за выпущенных закрылок. Так, немножко уменьшим еще. Под глиссаду не проваливаемся. Держим. Нелегко, честно скажу. На мышке самолет очень чувствителен. Очень чувствителен. Приходится прямо-таки из себя. Немножко ниже глиссады. Уменьшаем вертикальную. Так, возвращаемся потихонечку в профиль. Огни папе говорят, что в принципе все у нас более-менее нормально. Так, подходим. Немножко увеличим вертикальную. Скорость 200. Скорость 200. Начинаем потихонечку выравниваться. 5 метров. Малый газ. И аккуратненько ставим самолет вот сюда. Включаем. Малый самолет тормозит. Тормоза включить. И мы благополучно приземлились в аэропорту Внуково. Здесь какая-то РДХ у нас справа непонятная. Сейчас мы на нее свернем. Давайте мы сейчас посмотрим быстренько куда бы нам встать. Давайте по прямой вот на эту стояночку сейчас завернем. Вот. Замечательный аэропорт. очень красивый. Самое главное никаких тормозов нету. Так вот через вот эту мы стоянку сейчас развернемся в таком случае. Так. . Продолжение следует...